Наша планета населена многочисленными животными, живущими на суше, в воде, в воздухе и под землей. Их мир богат и разнообразен, и каждый из существ занимает свою определенную нишу. Все они не похожи друг на друга и отличаются не только образом жизни, но и невероятными размерами. Если большие создания всегда на виду, то маленьких не так просто встретить, хотя их достаточно много. Самая маленькая в мире кошка Тинкер Той из США. Ее рост был равен 7, длина 18, а вес всего 816 грамм. Крошечные размеры Тинкер, вероятно, обусловлены генетическим дефектом животного. Самая маленькая лягушка в мире – это лягушка Пидифрина. Ее размер меньше, чем размер некоторых мух, что делает ее легкой добычей для многих насекомых, ведь ее максимальная длина не более 12 миллиметров. В воде самой маленькой признана рыбка по едоку приспорогенетика, обитающая в тарферных болотах, источных и ручьях Индонезии. Рекордный официально зарегистрированный размер – 7,9 миллиметра. Но самое необычное – это то, что ученые отнесли эту рыбку к семейству карповых. Мадагаскар славится не только местом обитания короля Джулиона, но и разнообразием животного мира своих лесов. Здесь обитает самый маленький хамелеон Малая Брукезия. Это самая маленькая ящерица в мире. Но увидеть его можно разве что случайно, потому что размер взрослой особи не превышает 12 миллиметров. А способность менять свой цвет в зависимости от окружающей среды ничем не отличается от других более крупных видов животных. Здесь же обитает еще один миниатюрный вид рептилий – карликовый геккон. В длину этой пресмыкающейся вырастает около 16 миллиметров. Весит геккон как настоящая пушинка – всего 0,2 грамма. В настоящее время это существо стремительно исчезает с нашей планеты. Конечно же, без человеческих рук и тут не обошлось. А вот на Карибских островах обитает необычная змея, название которой вы видите на экране, и которую я не решаюсь произнести, чтобы не ошибиться. Ее длина всего 10-14 миллиметров. Эти змейки не ядовиты и для человека абсолютно безопасны. Питаются эти маленькие змеи мелкими насекомыми и нередко сами становятся добычей хищных насекомых. Чихуахуа даки весит всего лишь 621 грамм, а его длина составляет 12 сантиметров. Даки легко помещается даже на женской ладони, чем вызывает невероятные умиления. Хозяйка собачонки, проживающая в Соединенных Штатах Америки, купила питомца, когда тому был год. Самое интересное, что стоимость малыша на тот момент составляла целых 5000 долларов. Трудно представить, что яд вот этой крошки способен вызвать приступ сильнейшей боли, который невозможно убрать даже морфином. Самая маленькая и самая опасная медуза, обедающая в водах Атлантического океана. Противоядие от яда этой крошки еще не изобрели, так что при контакте с ее щупальцами несколько недель придется провести в больнице с приступами сильнейшей боли. Самая маленькая птица на земном шаре – это калибри. Это одно из самых красивых творений природы. Существует 330 видов этих маленьких летунов, известных благодаря своей акробатике и радужному оперению. Обычно они весят несколько грамм. Самая большая калибри достигает размера скворца, а самая маленькая, которая проживает в Кубе, весит всего лишь 2 грамма. Ее длина составляет несколько сантиметров. Кроме того, калибри – единственная из всех птиц, которые могут летать задом наперед. Все мы прекрасно знаем, как выглядят олени, но далеко не все виды этих животных выглядят одинаково. Самый маленький вид оленей – пуду. Он не превышает размер и вес средней собаки. Длина их тела не более 95, а высота не более 40 сантиметров. В отличие от своих больших родственников, пуду предпочитают вести скрытый образ жизни, поэтому живет он в непролазных лесах, частенько забирается в горы на высоту около 3000 метров над уровнем моря. В снежное время года в поисках пищи они частенько забредают в человеческие селения, где их подстерегают множество опасностей, а в первую очередь это собаки. К сожалению, из-за вырубки их естественной среды обитания и охоты эти олени стали очень редким видом. Они внесены в Международную Красную Книгу и строго охраняются законами тех стран, где они обитают. И в конце небольшое обращение к вам, моим друзьям и подписчикам. Предлагаю вам в комментариях к этому видео предложить тему очередного выпуска. Буду рад вашей помощи при выборе темы. Если понравился данный выпуск, ставьте лайк. На этом все. Спасибо.